В Морино под Петербургом, озверевший Абу-бандит расстрелял людей с травмата из-за паранджи. 26-летний выходец из Ингушетии по имени Сафарбек, прогуливался по Морино, со своей замотанной в черное одеяние женой. Прохожие сделали им замечание, которое подействовало на мужчину как красная тряпка на быка. Недолго думая, приезжий вытащил травматический пистолет и открыл огонь. Общается, что в конфликте также активно принимали участие супруга Сафарбека и откуда ни возьмись появившиеся его земляки. В итоге, три человека пострадали от действий иногородних и были экстренно госпитализированы. Все нарушители общественного порядка были доставлены в отдел для разбирательства, включая самого стрелка. Правда, через некоторое время последний также был увезен на скорой. В настоящее время полицейскими решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Морино под Петербургом озверевший Абу-бандит расстрелял людей с травмата из-за паранджи. 26-летний выходец из Ингушетии по имени Сафарбек прогуливался по Морино, со своей замотанной в черное одеяние женой. Здравствуйте! Давайте разберем видеоролик, выставленный на YouTube-канале ЧП24 сегодня. Можно по-разному оценивать подачу материала, но мы разберем его с точки зрения уголовного парциального кодекса. Есть статья 282, которая гласит, что возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, является преступлением. Почему я считаю, что этот ролик тянет на 282 статью? В самом начале ролика есть два высказывания. «Озверевший Абу-бандит». Этим все сказано. Также внизу текстом идет «Бородач расстрелял людей». Ну вот, два этих высказывания в отношении человека, это уже есть оскорбление и унижение человеческого достоинства. В Мурино под Петербургом озверевший Абу-бандит расстрелял людей с травмата из-за паранджи. 26-летний выходец из Ингушетии по имени Сафарбек прогуливался по Мурино со своей замотанной в черное одеяние женой. Разбираем дальше этот ролик. Теперь уже автор ролика говорит о выходце из Ингушетии. Если бы он был беспристрастным человеком, который сообщает новости, он сказал бы «Гражданин Российской Федерации по фамилии такой-то, имени такой-то». А тут он подчеркивает его национальность. Это уже возбуждение национальной неприязни в контексте того, что предположительно человек совершил преступление. А дальше уже идет оскорбление личности, то есть сравнение подозреваемого с быком. Ну, выводы делайте сами. Общается, что в конфликте также активно принимали участие супруга Сафарбека, и откуда ни возьмись появившиеся его земляки. В итоге, три человека пострадали от действий иногородних, и были экстренно госпитализированы. Разбираем дальше. Дальше автор ролика сообщает нам, что в конфликте участвовала жена подозреваемого, и откуда-то появились земляки. То есть он выносит в публичное пространство информацию недостоверную. У него нет ссылок на сообщение отдела внутренних дел или пресс-службы ГУВД. Он утверждает, что появилась еще группа людей, и это уже хулиганство группой лиц, что приводит к тому, что у службы ГУВД появляется мнение, что группа лиц напала на местных людей. Все нарушители общественного порядка были доставлены в отдел для разбирательства, включая самого стрелка. Правда, через некоторое время последний также был увезен на скорой. В настоящее время полицейскими решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ну, а теперь вывод. Исходя из вышесказанного и просмотренного мною, у меня создается впечатление, что автор ролика – исламофоб и кавказофоб. И я делаю заявление, что этот ролик является материалом для возбуждения уголовного дела по 282-й статье, и предлагаю компетентным органам считать это мое обращение с заявлением для разбирательства этого ролика в контексте статьи и возможного совершения преступления по статье 282-й. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!